Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Алан Зар. С Новым годом вас, с прошедшими вас праздниками. Желаю вам всего самого наилучшего, любви, долголетия, успеха в новом году. Ну и самое главное, конечно, железобетонного здоровья вам и вашим семьям. В наше с вами нелегкое время, так сказать. Сегодня мы будем продолжать с вами проходить четвертую демо-версию игры Титани в честь и слава. Это будет уже версия 1.3. Версию 1.2 я не успел пройти в связи с тем, что был в отъезде в городе. По какой причине, я вам позже расскажу. Кстати говоря, хотел бы сказать отдельное спасибо моему частному консультанту Рубену Еремяну относительно настроек данной последнего обновления демо-версии, чтобы у нас было, по крайней мере, гладкое, по максимуму, бестормозное прохождение. Кстати говоря, давайте сразу же зайдем в настройки, посмотрим, что же там нужно подкоррегировать. Ну, я уже подкорректировал здесь кое-какие настройки. Что касается настройки дисплея, я, по сути дела, здесь ничего не менял. Старался все отключить, разрешение убрал на самый минимум. Что касается графики, здесь все поставлено на максимуме. А что касается текстур стриминга в RAM-лимит, я ставил на 4 гигабайтов. Почему? Поскольку я записываю через определенную программу, ОБС, стриминговая программа. И если ставить текстуры стриминга на максимум, соответственно, вся игра начинает жутко лагать. Но не непосредственно на прохождении, а на стриминге, на записи. Начинает так сильно лагать, что просто мама не горюй. Но мы, по крайней мере, добились того, чтобы все текстуры были прорисованы как положено. То есть без каких-либо смазок, без размазывания, ну и так далее. Ну, вы увидите. Мы сейчас начнем стримить. И я надеюсь, вам будет на что посмотреть. Ну что ж, начнем. Так, сегодня мы с вами, кстати говоря, будем проходить также первый класс в режиме дня. В следующий раз будем проходить в режиме ночи. Второй и третий класс также недоступны. Я уже надеюсь, в ближайшее время, наконец-то, мы уже посмотрим на полноценную альфа-версию. Так. Ну что ж, поехали. Так. Так, 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 так. Кстати говоря, есть очень хорошая новость. Я обновил себе монитор. Взял себе монитор с изогнутым экраном. Довольно огроменный, чуть ли не на полметра в длину. Чтобы полноценно насладиться прохождением данной демо-версии. Чего только не пойдешь, а ради любимой темы, да. Даже не игры, а темы. Кстати говоря, что касается новостей. Я, наконец-то, так скажем, осмелился. Ну, учитывая то, что я уже давно занимаюсь изучением Титаника, да. Я просто фанат, фанат, фанат. Решил стать патроном разработчиков на сайте Титаник Чести Слава. В ранге офицеры. Ну, там, конечно, есть лимит. Возможно, это они там непосредственно поставили кое-какие ограничения. Но вы можете жертвовать на разработку данной игры столько, сколько вы можете. Я, конечно, колоссальных денег не зарабатываю. Но, тем не менее, ради любимой игры на что только не пойдешь, скажите. Так, ну, пойдемте дальше. Кстати говоря, сразу заметьте, что картинка более-менее стабильная, более-менее все дело прорисовано. Если вы видите вот картину, которая вот на заднем плане, да, и на диванчик, кстати говоря. В принципе, в отдаленном, так скажем, ракурсе ощущение, как будто все смазано. Но на самом деле, если мы сейчас подойдем с вами поближе к этой картине, видите, что все довольно-таки четко. И, кстати говоря, узоры на диванах, на мягкой мебели тоже довольно хорошо прорисовано. То есть, по максимуму старались головой биться об стенку, чтобы все настройки отнести к балансу кое-какому, чтобы игра не лагала. Конечно, кстати говоря, вот по какой причине-то я и ехал в город. Потому что некоторые товарищи, которые, ну, так скажем, частный мой программист, порекомендовал мне установить специальную видеокарту как раз-таки для стримов. Эта карта называется 1080 Ti. Ну, то есть, нумерация. Она на 34 месте находится на сегодняшний день среди всех видеокарт. Но оказалось, я не знаю, может это длань господня или что, какие факторы повлияли на все то, что происходит. Но дело в том, что у нас в городе Иркутске нет ни одного магазина, где бы продавалась видеокарта. Я прошел все сети, и DNS, и M-Video, и Eldorado. Ни в одной сети, вообще ни в одном магазине я не смог найти видеокарту. Были, конечно, там кое-какие такие простенькие видеокарты. Ну, где-то там 570 серии, ну, которые стоят где-то 20-ку, не больше. Смысл их брать вообще не был, потому что у меня даже помощнее стоит видеокарта здесь. И то на 16 гигабайтах оперативки. Так что смысла я вообще в этом не вижу. Так что мне посоветовать пока повременить с покупкой видеокарты, чтобы зря не тратиться. Ну, по крайней мере, не прогадали. Вот, посмотрите. Когда соотносишь баланс между настройками, так скажем, игры и, так скажем, стриминговой программой, да? Если кто-то будет стримить еще. Соответственно, посмотрите, какую мы картинку можем получить. То, что было в прошлом прохождении смазано, теперь мы видим полноценно. Вся резьба по дереву, даже пианино. Посмотрите, клавиши уже выглядят реально как клавиши, а не просто рисунок какой-то детский. И то, чего я очень сильно прямо желал. Вот, посмотрите, пожалуйста, спинки стульев. Вот номер 13, да? Под номером 13 я не помню, кто конкретно садился тут, конечно, и не запомнишь. Но теперь уже посмотрите, кстати говоря, на столовые приборы, да? Вилки теперь выглядят как вилки, а не вилы для того, чтобы жарить барбекю. Ну, реально. Вот этого мы и добивались. Вот таким я хотел видеть Титаник. Таким, каким его по максимуму, ну, по крайней мере, пытались изобразить разработчики. Ну, каким бы они хотели, чтобы мы его увидели. Мы постарались сделать все, чтобы этого добиться. Так, давайте-ка, что мы сделаем? Давайте-ка спустимся вниз. Кстати, я хотел зайти в турецкие бани. Есть там на что посмотреть, поскольку в прошлый раз мы пытались глянуть на текстуры, но все было смазано катастрофически. Так, вот мы сейчас заходим в турецкие бани. Вот, вот посмотрите, вот наконец-то. Конечно, есть моменты с прогрузкой, но это понятное дело. Кое-где, кстати говоря, сразу скажу, кое-где будут баги. Они никуда не исчезли, поскольку игра еще не добитая, она еще сырая. Так что хотя бы будем наслаждаться текстурами. Вот посмотрите-ка, насколько четко, филигранно сделаны росписи на вот этой плитке. То есть, получаешь истинное удовольствие от того, что видишь. И, кстати говоря, большинство из этих эскизов были уточнены после погружения на Титаник в 2005 году. Потому что только тогда Джеймс Кэмерон со своей командой с помощью аппаратов, роботов Джейки Элвуд смогли проникнуть вот в это помещение. Кстати говоря, когда я несколько раз, кстати, уже заходил в эти турецкие бани. И я прекрасно помню документальный фильм 2005 года, когда они проникли вот в это помещение. Вот видите вот эту арочку, которая выступает, да, из вот этой двери, да. Я, конечно, понимаю, что ребята из, ну, команда разработчиков, да, они довольно такие настырные в плане вот достоверности каждой детали, да, на лайнере. Вот, скажем, посмотрите вот сюда. Если помните фильм, да, под арочкой была прорисовка, тоже своего рода резьба с еврейскими иероглифами. В частности, была звезда Давида. Здесь ее нету. Могли пропустить, в принципе, я понимаю, ребят. Но я почему-то на это обратил внимание. Не знаю почему. Так, давайте-ка сюда зайдем. О, кстати говоря, если помните первое прохождение, тот, кто здесь лежал, у него была клякса черная на лице. Ее убрали. Может, это был глюк. Черт его знает. Так. Кстати говоря, я заметил, что отличительная черта вот этого последнего обновления тем, что все двери, простите, все двери, которые ведут в то или иное помещение, которое нам доступно, они высвечиваются вот таким вот белым цветом. Что, конечно, весьма удобно. Я не помню, в прошлом прохождении бассейн был заполнен или нет. По-моему, не был заполнен. Сейчас он заполнен. А ну-ка, давайте-ка, пойдем. Э, не понял. Мы что, теперь перевоплотились в Иисуса Христа, что ли, или что? Я помню, британик, что мы могли проникнуть в бассейн, пройтись по дну и подняться наверх. А здесь мы над водой. Что-то интересное творится. Кстати, ближе вот к этому помещению прям слышно, как котельные шумят. Кстати говоря, сразу предупреждаю, что я здесь не буду прямо резко разгоняться, потому что я заметил один интересный нюанс. То, что все-таки, дорогие друзья, эта демо-версия, да в принципе вся эта игра, не любит быстрого прохождения. Если будете быстро бегать, сразу предупреждаю, все будет лагать, тормозить, катастрофично. По крайней мере, если у вас видеокарта не самого последнего поколения. Так, мы здесь, кстати, с вами уже были. Прекрасное зрелище. Ой, 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 ой. Так, стабилизировали картинку. Так, здесь, на этой палубе. Кстати говоря, мы же не посмотрели с вами Scotland Root в доступе уже или нет. А, нет. Кстати говоря, да, мне, по-моему, кто-то говорил, что она будет доступна только когда будет в доступе второй класс. В первом классе пока что нету доступа. Я не понял, по этой двери что, танк проехался? Почему здесь вот эти белые, изшовканные части? Вроде корабль был новенький. Вроде вот эти двери не пинали со всей двери. Интересно очень. Так, ладненько, пойдемте дальше к носу. Кстати говоря, там, где мы, помните, проходили почтовое отделение, мы пропустили еще одно помещение. Искренне извиняюсь. Сейчас мы попробуем туда попасть. Ну, знаете, да, вот это вот решетки, которыми огораживали пассажиров третьего класса. Как в фильме. Так, посмотрим. Ну, здесь не пронумерованно, непонятно, что здесь было вообще. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Ну, это почтовое отделение, в котором мы уже с вами побывали в прошлый раз. Кстати говоря, я заметил... Это... А, кстати говоря, это тоже один из лифтовых механизмов. Я заметил, что вот это решеточное ограждение, видимо, не просто так, специально поставлено. Видимо, здесь находилась самая такая важная почта, возможно, с наличием денежного эквивалента. Это, скорее всего, родственники отправляли деньги своим близким за океан, чтобы они могли позволить себе купить билет для пересечения океана. Чтобы пересечь океан. Так, ну, здесь мы с вами уже были. Я думаю, здесь особо ничего с вами больше мы не увидим. Слышите? Там помимо того, что шум от котельной, так еще слышно, как огонь горит в котлах. Уголь, вернее. Прошу прощения. Так. Так вот, что мы с вами пропустили в прошлом прохождении. Вот здесь был у нас доступ в багажный отсек. Конечно, это один из, так скажем, миниатюрных помещений. Не самых основных багажных отделений. О, кстати говоря, смотрите, какой красивый сундучок. Прям сундук мертвеца какой-то. Так. О, у нас тут еще есть лесенка. Конечно, мы здесь с вами не увидим тот прекрасный автомобиль Renault из фильма. Да, шумок все-таки идет от котельной. Можете ли вы себе представить, какие интересные, редкие, уникальные вещи могли находиться в первом плавании Титаника? Которые даже, возможно, не задекларированы. И мы не можем понять все-таки, точно сказать, какие редкие вещи находились на лайнере. Все это, конечно, утрачено. К сожалению, подводная археология сегодня не дошла до того уровня, чтобы мы с вами имели возможность проводить больше времени вот в таких вот затонувших лайнерах. Тем более на такой глубине. Нужно глотнуть чайку. Все-таки ОРВшка не обошла и меня стороной. Кстати говоря, насчет ОРВшек. Тут все закрыто. Буквально пару дней назад я переписывался с бывшим директором-разработчиком Титаника Честислава, с Томом Линский. Пожаловался. Чисто. Чисто из-за того, чтобы пожаловаться, я ему и написал. Хотя он уже не является директором разработчиков Титаника Честиславы. Между прочим, он сейчас занимается с отдельной командой разработкой новой игры, которая, кстати говоря, скоро выйдет на Steam, про Лузи Таню. Так что будем ждать с нетерпением. Так вот, ушел от сути. Дело в том, что мы с ним еще оговорили кое-какие моменты, связанные с новым штаммом коронавируса, который мы знаем под названием, сейчас он идет, Омикрон. Так вот, по его словам, у них на родине Омикрон не столь агрессивен, сколько штамм Дельта, который, конечно, подкосил нас всех довольно жестоко. Так что, ребятушки, хоть и это хорошая новость, тем не менее нужно быть на чеку, поскольку не столько страшен сам коронавирус, сколько его осложнений. Потому что, если, не дай бог, все дело довести до пневмонии, будет очень пагубно. Поэтому, если вы почувствуете себя плохо, я уже думаю, можно отдельную рубрику делать, конечно, вне игры, но тем не менее, я скажу. Если будете чувствовать себя плохо, скажем, уже 4-5 дней, будет ломата в теле, температура будет держаться выше 38, будет тяжесть с дыханием, с давлением в груди, и срочно вызывайте врача. Придется делать рентген. Так, ну в этой каюте мы с вами уже бывали. Так, здесь что написано, интересно. Да, конечно, мой английский оставляет желать лучшего. На туристическом уровне я что-то знаю все-таки. Но, тем не менее, учитывая, что я собираюсь в апреле за границу, мне нужно будет подогнать язык до конкретного уровня. Да, вот эти проблески, райские проблески, от них не избавиться, они все равно будут. Кстати говоря, в прошлый раз забыл упомянуть, ну, знаете, это место, где казначей отсиживал и принимал драгоценности у пассажиров первого класса, да. Насколько знаю, вот где с правой стороны есть лампочка, да, ну, такая, подсвечник, да, там находился сейф. Между прочим, он до сих пор находится на дне океана, до сих пор он заперт, и, возможно, с наличием драгоценностей. Как мы знаем, на Титаник до сих пор находится драгоценностей стоимостью чуть ли не 150 миллионов долларов. Возможно, это самые скромные цифры. И мы уже не спрашиваем о всех редких реликвиях, которые провозили в багаже, но там сам Титаник, по сути дела, на сегодняшний день стоит колоссальных денег. Если тот, кто сможет его поднять наверх, со дна океана, тот будет, конечно, по-царски богат. Я не знаю, как это описать. Слава Богу, что это невозможно. Так, ну, это каюта Штраусов. Вы посмотрите, вот по сравнению с предыдущим прохождением, насколько все четко, картину, наконец-то, можно спокойно проглядеть, как положено. Мебель, вся прорисовка на мебели, как положено, можно увидеть полноценно. Посмотрите, какая красота. Вот какая красота. Вот я бы дома с удовольствием бы такой умывальник поставил. Конечно, он и по-царски бы стоил. Даже по-божески. Но такую кроватку я бы с удовольствием поставил. Вот здесь мы с вами были. Я понимаю всю суть подноготную того, почему все так долго прогружается, все дела. Потому что каждая модель, даже вот, скажем, взять этот умывальник, ребята дорабатывали, наверное, на каждую модель уходил где-то месяца два. Не меньше. И то это если до полуночи каждый день сидеть и все это прорабатывать. Вплоть даже до малейшей трещины на крышке унитаза в данной каюте. Понимаете? Ну, немножко абсурдно, да, кажется. Но, тем не менее, так оно и есть. Ребята делают не какую-то очередную модельку, а реальную. Реальный Титаник. Да. Так. Конечно, это имеет колоссальное значение на сегодняшний день. Почему? Потому что мы же не знаем, как далеко пойдут технологии в будущем. да, если дойдет до какого-то определенного уровня, если вот эту игру смогут добить, наконец-то, как положено, возможно, можно сказать, в недалеком будущем будет некая возможность создать какую-то трехмерную, я не знаю, комнату, где можно реально проходить по вот этим вот палубам. Да, вот представьте, вот этот зал, да, комната, она вся будет какими-то экранами обделана, да, и ты сможешь ходить по лайнеру как будто, ну, в реальности, да. Мне кажется, до этой технологии, в принципе, недалеко, учитывая, что уже VR есть, да. Кстати говоря, сразу предупреждаю, если даже будете проходить в этом обновлении данную каюту, не заходить, понятно, в эту каюту не заходить, потому что вы тут же провалитесь на палубу ниже, попадете прямо в столовую. По крайней мере, я знаю, что тут. Так. Так, 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 так. Мы хотели пойти к хвосту. Нет, погодите, мы опять идем, это, к носу. Я уже тут некую дезориентацию врубил. Вот реально есть, между прочим, реально, Титаник, он настолько огромный, настолько бесконечный, что топографический кретинист врубается автоматически просто. Можно спутать, где нос, где зад. Мне это легко сделать. Так, мы теперь в кормовой секции. Кстати говоря, вот, ну что касается вот этих столиков. Я в прошлый раз затупил, не мог вспомнить, что это за помещение. Даже не удосужился прочитать. Но, как мне кажется, что это все-таки помещение для, это столовая для стюардов первого класса, для обслуживающего персонала. Здесь они обедали и шли дальше обслуживать своих элитных хозяев, можно сказать. По сути, хозяев, да. Так, ну здесь парикмахерская, мы там уже бывали. Можно еще раз зайти. Так, поднимемся чуток наверх. Я надеюсь, что альфа-версия уже скоро выйдет. Ну, извините. Хотя бы до 10-го числа надо уже пустить альфа-версию в полный рост. Ну, я так понимаю, ребята будут поэтапно все это дело прогружать, потому что, как показывает практика, каждое обновление дает свои проблемы. Конечно, вот эта постепенная прогрузка текстур от этой проблемы, вот даже вот стоишь, да, все равно прогружается где-то что-то, да, от этой проблемы никуда не уйдешь. Надо добивать непосредственно оптимизацию этой игры, этой демо-версии, чтобы потом проблем не было. Ну, посмотрите, наконец-то небо выглядит, как реальное небо, то есть с облаками, со всеми делами. В прошлый раз мы как будто находились в раю, и блики были по-райски, так скажем. О, вот посмотрите, вот наконец-то нету тех багов, как в прошлый раз, да. Сейчас зайдем в ресторан а-ля карт. О, ну посмотрите, какая красота, да. Конечно, чуть мутнее, чем в третьей демо-версии, но тем не менее, какая красота. Мне интересно посмотреть, как здесь дела обстоят. Вот, по крайней мере, здесь уже более-менее маломальски можно прочитать, что написано. В прошлом прохождении все было настолько смазано, что мама не горюй. Столовые приборы здесь тоже четко прорисовываются. Понимаете, это же все не просто так делается. Это делается как раз для того, чтобы мы с вами получили удовольствие. А для того, чтобы мы получили удовольствие, нужно оптимизировать игру так, чтобы ты просто взял, включил и начал наслаждаться. Понимаете, вот как и с любой видеоигрой. А это учитывая, что демо-версия, да, конечно, доработок здесь будет немало. Вот это, кстати говоря, если кто не знает, это своего рода гардеробная. Сюда вешали одежду и проходили дальше, в ресторан. Кстати говоря, я логику вот этого ресторана вам в прошлый раз не рассказал. Ну, скажем, если... Ой, все, заелось, извините. Если вы, скажем, в столовой не захотите сидеть, обедать, завтракать, обедать или ужинать, у вас есть право, как и у любого бахатея, прийти в этот ресторан, заплатить энную сумму, да, и сидеть до талого. Ну, там я не помню, точнее, какие были цифры, по-моему, 15 тысяч долларов. Я могу ошибаться точно. Но по тем временам это такие были деньги, что мама не горюй, конечно. Конечно, короче, платил у входа, заходил, заказывал все, что хотел. Да, то есть там не было так, что ты придешь, да, возьмешь меню, да, и начнешь там. Я хочу себе шаурму за 320 рублей, хочу себе кекс за 23 рубля. Такого не было. То есть там ты реально заходишь, платишь конкретную сумму и идешь кайфовать. Вот такие вот пирожки были в тот период времени. Кстати говоря, в связи с тем, что я вступил, так скажем, не буду этим хвастаться, но тем не менее, я вступил в элитную когорту патронов. У меня есть несколько идей, которые я хочу представить разработчикам игры в плане сценария. Я надеюсь, что мы найдем некое согласие. Так, мы, кстати, наверх не поднимали же, да, давайте поднимемся. Ребята, кстати говоря, вам задание. Если я где-то пропустил какое-то помещение, да, вы, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы мы уже в режиме ночи, когда будем ночью проходить, эти помещения обязательно посетили. Потому что я точно скажу, что я не знаю, какие здесь помещения есть в доступе, какие нет. Хотя бы дайте знать. Ну, это, получается, помещение. Каюты известных личностей. Кстати говоря, недавно делал прохождение третьей демо-версии. Кстати говоря, когда ездил в город, да, там у нас тоже есть компьютер дома. В родительском доме. Так вот, делал прохождение специально для своего дяди. Поскольку он тоже своеобразный человек в свое время. Тоже немаломальский фанател от Титаника. Я ему показал, он был, мягко говоря, в ахуе. Как бы это жестоко не звучало, простите. Но, тем не менее, ему это очень сильно понравилось. Потому что, как только я начал ему объяснять, что и где, и как. И когда он увидел все знакомые помещения. В частности, кстати говоря, вот эту курительную комнату. Когда он увидел, он сразу же включил. «Слушай, дорогой, здесь же эти ребята сидели, курили и крали в покер». Да, я говорю, на самом деле так оно и было, да. Кстати говоря, я здесь обожаю вот эти вот витражи. Конечно, никто сейчас не докажет, были ли именно такие прорисовки, да. Такие рисунки, скажем, вот кораблик, да. Там кто-то еще нарисованный, да. Монахи и так далее. Но мы прекрасно знаем, что все вот эти прорисовки были взяты с лайнера «Олимпик», да. Поэтому какие были точно на «Титанике», мы не скажем. Как бы, вот посмотрите, какая красота. Такое ощущение, как будто вот этот витраж плывет. Как бы он реально живой. Если я смогу, как положено, дооптимизировать данную игру, я хочу ее пройти в VR. Обязательно. Это даже не обсуждается. Кстати говоря, вот, даже вы сейчас можете заметить, да. Все-таки издалека кажется все таким смазанным, да. Ощущение все-таки смазанности есть небольшое. Но тем не менее, тем не менее, когда подходишь ближе, все довольно четко прорисовывается. Да, кстати, вот это компенсационный шов. Если помните, с прошлого прохождения я рассказал вам, для чего он нужен. В принципе, учитывая, что в основном данные прохождения смотрят все подписчики группы «Титаник Лайнер Легенд», мне кажется, смысла вообще нету. Так, теперь... Опа. Сейчас зайдем в самое трудно погружаемое помещение на корабле. Ну, вот, пожалуйста. Все-таки нормализовалось, но тем не менее, был баг. Так. Давайте пойдем дальше. Да, еле-еле. Кстати говоря, можете заметить, что здесь уже... Ну, вот, прорисовка вот этих зеленых диванов, да, происходит крайне затруднительно. Подушки-то, ладно, красные подушки, они прорисовываются. Остальное все очень проблематично. Да. Возможно, кстати, это связано с тем, что настройки текстур я поставил все-таки на 4 гигабайта. Потому что если ставить на все 8 гигабайтов, не 16, там сколько ее, да, то игра будет жестко лагать. Просто неимоверно. Да. Все лагает вот из-за вот этих вот прекрасно сделанных деревянных вставок, над которыми ребята бились энное количество лет даже. Чтобы воссоздать это помещение, ребятам приходилось ехать в отель «Белый лебедь», интерьер которого были непосредственно сняты с лайнера «Олимпик» в 35-м году. Кстати говоря, в 35-м году родился мой дедушка. Может, кому-то эта информация заинтересует. Ну, на всяких случаях, да. Да, так. Ну, красота вот, посмотрите. Я понимаю, насколько надо было пропариться, чтобы вот данные текстуры прорисовать. Ребята, конечно, молодцы. Но я больше кайфую от люстры, не знаю почему. Конечно, потому что у меня такая же практически висит дома. Красиво. По-моему, кстати говоря, в отеле «Белый лебедь» такая же люстра от «Олимпика», да, которая сохранилась. Она висит. Она не такая уж большая, где-то, может, полтора метра, да, в длину. Тем не менее, она такая изысканная, что это библиотека. Здесь часики. Между прочим, меня больше всего радует то, что все-таки часики на корабле везде тикают. Что на парадной лестнице. Да, в принципе, везде. Так. В прошлый раз, кстати говоря, у нас был момент, связанный... Ну, я там, так скажем, замолвился относительно разлома лайнера. Мне кажется, все-таки разлом происходил непосредственно над вот этим куполом. Поскольку, все-таки, давайте учитывать, что это все-таки полость, да, целый коридор насквозь. Да, и здесь же дальше вниз к трюму находился поршневой двигатель, да. По сути, это огромная своеобразная шахта. И, конечно, раскол был, в принципе, оправдан в данном месте, да. На уровне курительной комнаты, мне кажется, разлома не должно было быть. Он был чуть ближе к носу. Так, проходим зимний садик. Выходим на палубу. Ура! Лодичка. Здесь все так же. Ничего не изменилось. Как закрыли вот этими скамейками проход дальше. Шезлонгами. Не помню точно название, как они называются. А ну-ка, дайте-ка. Может, нет, не получится. Глаз обманывает. Так, где мы с вами еще не были, ребят? Так по кругу ходить тоже неинтересно, да. Ну, основные, по крайней мере, доступные помещения мы с вами посетили. Возможно, есть еще кое-какие каюты, которые мы с вами не посетили. Ну, попробуем сейчас порабиться туда. Поскольку нам же с вами известны, любая каюта, которая может быть в доступе, она будет высвечиваться, дверь будет высвечиваться белым цветом. Пока что я ни одну белую дверцу не увидел. Помимо каюты Штрауса. Да, кстати говоря. Не здесь, а на противоположной стороне, по-моему, была частная прогулочная палуба с каютой Б-51, по-моему, да? Вот это частная прогулочная палуба. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, здесь проходил свой трансатлантический тур владель Титаника Брюс Исмей. По-моему, в фильме Призраки Бездны Титаник этот каминчик имел место быть. Его, по-моему, снимали. Кстати говоря, вспомнил фильм Призраки Бездны и вспомнил еще один интересный факт, может, кому-то будет интересен. В 17-м году... Ну, можно сказать, это только биографии. Немножко расскажу, может, кому-то будет интересно. В 17-м году я был в своего рода академии в связи с переломом ноги. И когда находился в этом академии, находился в жуткой депрессии. И, соответственно, чтобы из нее вылезти, мне пришлось потратить колоссальные ресурсы психологического генеза, да? И в тот период мне под руки попалась интересная видеоигра, которая... Ну, даже не сказать, что это видеоигра, это, скорее, видеоновелла, видеокнига даже, которая называется Dear Esther от компании Chinese Room. Кстати говоря, я на сегодняшний день являюсь администратором группы разработчиков Chinese Room, которые, кстати говоря, уже... Уже эта компания не существует. Они аннулирулись еще в 18-м году. Получается, эта игра попала мне под руки. Она довольно меланхоличная, рассказывает историю о молодом человеке, который попал в автокатастрофу. И, соответственно, он проснулся на неком необитаемом острове, да? И он должен понять, что это за остров, как он сюда попал, да? И что это все значит. То есть там были очень довольно двух-трехсмысленные вещи, которые просто взрывают мозг. Если кому-то интересно, можете пройти. Очень-очень советую. Там есть очень интересные монологи, которые просто берут за душу. И в конце я просто начал рыдать. Даже не плакать, просто рыдать. И эта видеонавелла вдохновила меня на написание мини-миниатюрной книги по мотивам Диарестер под названием «Призраки бездны». Возможно, кто-то уже ее читал. Она, кстати, в доступе в интернете. Если что, я могу ссылку в описании оставить. Там непосредственно имеются монологи, так скажем, некоторых пассажиров, которые плыли на этом лайнере. Мне кажется, они могут пробить вас насквозь своим смыслом. Я очень надеюсь, что эти тексты вам понравятся. Буду очень рад, если вы заинтересуетесь. Мне кажется, это все-таки небольшой успех. Лично для меня, конечно, написать такую книжку. Потому что подобные вещи может человек написать, только находясь в довольно не очень, так скажем, приглядном психологическом состоянии. Здесь мы с вами в прошлый раз сходили, да? Но здесь, по крайней мере, уже помещение довольно очень хорошо прогружается. Радио рук, конечно, доработано прям до мелочей. Теперь уже детально можно глянуть на каждый штифт, на каждую закручку и бог его знает, что там еще. Кстати, тут еще какая-то получается вот эти бланки, да? И там написано Титаник. Ну, видимо, вот эти телеграммы непосредственно писались на них. Это, по-моему, своего рода коммуникации, связи между лайнерами, я так понимаю, ну и кораблями. Могу ошибаться. Возможно, это даже... Кстати говоря, написано, видите, апрель 1912 года. Возможно, эта штука обновляется регулярно, каждый месяц. потому что лайнер же меняет свое местоположение. Возможно, чтобы четко знать, как связаться, нужно обновлять постоянную информацию. Могу ошибаться. Так, здесь мы с вами были. Так, так, так. Так. Так, выходим опять на мостик. Кстати, с прошлого прохождения я опять же затупил. Вот эта дверь, она ведет в каюту капитана. Почему я так притупил? Потому что потом вспомнил, что вот это помещение, да? Я думаю, сейчас мы сюда не пройдем, я не могу вам показать. Но здесь за дверцей, дальше чуток, находилась ванная комната, ну, которая, между прочим, если вы смотрели все документальные фильмы, где показывали ванну капитана Смита, да, как раз она довольно хорошо виднелась, когда вот стенка, да, боковая, она рухнула. И, соответственно, сквозь можно было видеть, что там внутри находилось. так что это каюта капитана. Прекрасный мостик. Кстати, мне интересно, те баги с прошлого раза исчезли с бортов лайнера. Возможно, и не исчезли никуда. Да, не исчезли, они как были, таки остались. Ну, честно, ребят, ну, можно было довести хотя бы до уровня британика. Теперь я британик люблю больше, чем данную демо-версию, честно вам скажу. Лепота. Ну, ладненько, ребятушки. Я думаю, вот на такой вот ноте мы с вами сейчас прервемся. Через несколько часов будем проходить уже режим ночи, так что ожидайте. Я думаю, что там будет гораздо более интересно, гораздо более интригующе, таинственно, мрачновато и всем нам понравится. Мне, кстати, будет интересно посмотреть, как прошла, так скажем, запись вот данного прохождения. Если будет все стабильно, ожидайте нового прохождения. Ну, всем спасибо, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok